И что это? Кто? Ты? За это стать священником? Ой, я представляю Идет такой в облачении Красивый волос назад Подгород такой Ой, плачь, плачь, благословите И ручку Ручку тебе целует А может ты вообще нахуй захотел стать? Ой, не могу А грешник ты наш Да ты посмотри на себя, ты грешник же ты Ты же грешник Ты еще скажи, что молиться и поститься всю жизнь собрался Еще и сахади соблюдать, да? Кто ты? Кто ты? Грешничек ты наш Да ничего у тебя не получится Чем выше духовный уровень выбранного пути, тем сильнее сомнения и искушения Но понимаешь, что выбор сделан верный, нужно идти вперед Хоть цели кажутся слишком высокой Может быть спотыкаться, падать, уставать, но снова идти В этом и есть залог любого успеха Семинарист человек особенный Конечно, с виду эти молодые люди от других не сильно отличаются Но разница есть Наша жизнь состоит из учебного процесса, воспитательной работы, богослужебной жизни В этом, наверное, наше самое большое отличие от других учебных заведений Они избрали тернистый путь пастырства Путь самого ответственного служения на свете Естественно, это был долгий путь и в плане образном, и в плане практическом Потому что Родина, она далеко, больше тысячи километров отсюда Также были раздумия, а правильно ли это, будет ли это оправдано Готов ли я к такому вызову поменять жизнь И, по сути, подчинить себя на несколько лет какому-то укладу, уставу и так далее Но, опять же таки, с этими борениями была мысль Что, если я это не сделаю, то я поступлю против воли Божьей Было просто четкое осознание этого, что мне это нужно Наше-то я задумывался еще до поступления в семинарию в подростковом возрасте В семинарии я более глубоко стал размышлять Ведь семинарист, когда поступает в духовную школу, конечно же, он думает о пастырстве О том, что впоследствии станет священником И уже на протяжении процесса обучения, даже к окончанию обучения, делает определенный выбор Хочет он создать семью или же принять монашеский пост Ну вот, в моем случае я решил остановиться на монашстве Конечно же, это был долгий путь размышлений, сомнений, смутений Ну вот, результат такой Студенты и учатся, и живут в здании семинарий, где есть все, что нужно для жизни К восьми утра все собираются в трапезной Мы стараемся таким образом организовать проживание студентов в общежитии Они находятся у нас на полном пансионе Им не надо тратить какого-то большого времени на то, чтобы из общежития перебраться в учебную аудиторию Здесь же находится храм, здесь же находится библиотека, здесь же находится пищеблок с трапезной Поэтому, если сравнивать с другими студентами других учебных заведений, то здесь, конечно же, гораздо удобнее Четырехразовое питание, комфортные комнаты в общежитии Плюс мы, конечно же, еще и выдаем студентам стипендии Но и благослужение, в котором они сами принимают участие Сами читают за благослужением, сами поют в хоре Тоже все стараемся организовать максимально удобно Так, чтобы все вот эти наиболее важные составляющие учебного процесса Пребывания студентов в стенах Саратовского духовного семинара Были максимально плодотворными и удобными Учитывая, ну, вообще такой достаточно стремительный темп современной жизни Вся система семинарского обучения сосредоточена на том, что она полностью сосредотачивает тебя на учебе То есть тут есть свой медпункт, своя столовая, прачечная То есть тебе полноценно тут, можно сказать, заботиться И ты можешь полностью погрузиться в учебу То есть ни о чем беспокоиться тебе в этом плане не нужно Там что поесть, где постирать вещи и все в этом плане В 9.00 семинарист уже должен находиться в учебной аудитории Где студенты впитывают в себя большой объем знаний Для того, чтобы через 5 лет из стен семинария вышли грамотные во всех сферах пастыри церкви Христовой Сами учебные программы состоят из нескольких таких блоков Есть блоки, связанные с богословием Потому что священник пасты церкви должен очень хорошо ориентироваться в богословии Есть такой блок учебной дисциплины, связанный с такой наукой, как литургика Есть церковная история Помимо этого есть еще целый ряд специальных курсов, где затрагиваются многие вопросы Такого уже современного научного знания, где предполагается богословский анализ, богословская оценка Студенты не остаются одни в постижении всех этих знаний В семинарии действует система тьютеров, так что за каждым учащимся закреплен старший наставник Который поможет и с научными работами, и с простыми ежедневными занятиями Ну и конечно, поскольку семинарист студент особенный, то он обязательно прибегает к самой высокой и действенной помощи Конечно, поначалу было тяжеловато, потому что режим надо соблюдать, все как в армии Плюс много учебы, естественно, домашние задания, сессии, богослужения Маловато стоит времени на какую-то личную жизнь Но духовник семинария, отец Владимир Пархоменко, дал нам два важных совета Как с этим справляться и как сделать так, чтобы годы учебы в семинарии не были напрасны Первое, это надо не забывать про свою личную молитву То есть мы молимся в храме, у нас общее утреннее правило, вечернее Тем не менее, нельзя про частную молитву лично забывать И второй совет, очень важный, это чтение стыхотцов Потому что мы можем ходить на пары, какие-то науки богословские проходить Но если не основываться на святых отцов, на их труды, то это будет неосновательно Когда помолишься, читаешь труды отцов, намного легче учиться, спокойнее, какая-то поддержка чувствуется А кто сказал, что должно быть легко? Дело в том, что должно быть еще и интересно То есть если интересно, то эта сложность, она наоборот вдохновляет человека То есть он, значит, подступает к такому, знаете, объему знаний, не владея им И вдруг через какое-то время становится, ну, в общем-то, специалистом в какой-то области гуманитарного знания Это же прекрасно, и студенты получают удовлетворение, так сказать И видно, что интерес просыпается Вот, поэтому сложно это хорошо Тяжело в учении, легко в бою В общем-то, это вполне себе относится и к обучению в духовных семинариях Саратовское семинарие входит в десятку лучших духовных школ нашей страны А еще, окончив семинарию, можно не останавливаться на достигнутом И продолжить свое обучение в магистратуре, которая была открыта при семинарии два года назад Магистратура нашей семинарии имеет социальную направленность, социальное богословие Которое сопряжено с практическими реализациями проектов, которые занимаются церкви в помощь ближе Много людей, которые находятся в беде по разным причинам Не бывает так, чтобы не было нуждающихся людей Которые нуждаются и чисто в элементарной помощи, и, конечно же, в делах милосердия И наша магистратура принимает не только священнослужителей, а людей, которые имеют желание потрудиться И получить соответствующую квалификацию магистра Мы приглашаем всех, кто желает, кто верует во Христа Кто хочет послужить, кто хочет получить знания в области социального богословия И социальных проектов, которые реализует наша Русская Православная Церковь Добро пожаловать! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преподаватели отмечают, что радостно наблюдать изменения, произошедшие в студентах, когда они выпускаются Разница между абитуриентом и студентом, отучившимся в семинарии, просто колоссальная А секрет успешной учебы лежит на поверхности Если у человека в душе желание служить Богу есть, то это самое главное Это знаете, как раньше говорили, были бы кости целые, мясо нарастет Вот это примерно то же самое Если у человека есть глубокая вера, желание искренне служить Богу, то у него будет усердие А если у него будет усердие, то он постигнет, в общем-то, все то знание, которое необходимо ему для того, чтобы стать священным Ну а мы тем временем движемся далее по распорядку дня семинариста Послушания бывают разные Например, работа в трапезной, в резнице, уборка помещений, кто-то и подьяконствует, кто-то поет в церковном хоре и так далее Если семинаристу в этот день послушания не выпало, то у него будет целых два часа свободного времени В 17 часов у кого-то начинается богослужебная череда в семинарском храме У остальных вечерние занятия с 5 до 7 вечера На них обычно готовятся к зачетам, пишут курсовые и дипломные работы В 19.30 ужин, а после него свободное время, которое каждый может провести как угодно Кто-то идет прогуляться, кто-то направляется в спортзал, а кто-то развивает другие свои таланты Например, вокальные данные, чтобы потом уметь красиво петь Сто море, море, преданным скалам Ты ненадолго подаришь прибой Море возьми меня в дальние дали Пару за малый Вместе с собой С собой, с собой, с собой Ангелы пьешь и благодаря на чистые тела, радусь и пайтерик, радусь и пусть и воскресе В 10 вечера все семинаристы собираются в храме Здесь полумрак, лиц почти не видно, и это облегчает задачу, помогает не отвлекаться, когда читается вечернее правило Может, кто-то в этот момент уже мечтает добраться быстрее до кровати, но разве у вас такого не было? И, наверное, каждый из них оценивает прожитый день, кто-то благодарит Бога, кто-то просит о чем-то У каждого свой разговор с ним И это главное, что диалог есть Есть часть студентов, категория людей, которые поступают, они уверены, они чувствуют, что это их путь Они пришли, у них с детства вот этот вкус к пастерскому служению, любому служению и церковной жизни А есть люди, которые приходят позже, приходят через интеллектуальные поиски И приходят к выводу, что все упирается в Бога, в Создателя, который сотворил этот весь мир И приходят к тому выводу, что большего в жизни не может быть, чем служить Господу Конечно же, будут борения, искушения, будут проблемы Но Господь дает такую благодать, такую силу, такую поддержку, которая просто ни с чем сравниться не может Господь никогда не оставит и не посравнит того, кто пошел за ним вслед А, естественно, Он сам говорит «Оставь все, возьми свой крест и следуй за мной» Вот и этот крест, Он помогает нести всем нам Он ни одного, ни одного пастыря не оставляет Ни одного человека, который по жизни идет за Христом, Он никогда не оставляет А уж тем более пастыря истинного, который любит паству Христову, которую верил Господь За которую Христос умер, Он Господь никогда не оставит Он пастырь и начальник И поэтому, конечно, сомнения неизбежны Но надо быть уверенным, твердым и не озираться назад В 11.00 отбой Вот и заканчивается день будущего пастыря Утром заботливая рука вновь приведет в действие механизм жизнеутверждающего звонка И начнется новый день, в который каждый учащийся здесь вступает рука об руку с самим Господом И также с Богом вступает по всему жизненному пути Пути наивысшего служения на земле Саратовское православное духовное семинарие объявляет набор абитуриентов на первый курс бакалавриата По очной и заочной формам обучения А также на первый курс магистратуры Прием документов на бакалавриат осуществляется с 20 июня по 20 июля Вступительные экзамены будут проходить с 21 по 25 июля Документы для поступления в магистратуру принимаются с 20 июня по 23 августа Срок завершения вступительных испытаний, проводимых в семинарии самостоятельно, 29 августа Часы работы приемной комиссии с понедельника по пятницу с 10 до 17.30 Подробная информация об условиях поступления, перечень необходимых документов содержится на сайте семинарии в разделе абитуриентов Телефон для справок 49 16 44 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин